И всем привет, меня зовут Рицу, и мы снова продолжаем играть в Данганронпу в Сари. Продолжаем знакомиться с персонажами новыми. Продолжаем, да, продолжить. Я остановился. Пролог, школьная жизнь. Всё ещё школьная, школьная жизнь. В этот раз, я надеюсь, мы больше чем с одним познакомимся, с персонажем, а то в прошлый раз как-то нас задержали немного. Я сам тут ходил, просто что-то болтал, болтал непонятно о чём. Каждый раз, когда я захожу в игру, я думаю, что я буду говорить. Когда я начинаю записывать видео, что я буду говорить, о чём я буду говорить. Зачем я это говорю всё. Но игра сама мне подкидывает идей и темы всякие. Так, кто у нас следующий на горизонте? Я вижу на карте, но давайте не будем на карту смотреть, пожалуй. Давайте просто будем бегать, и кто попадётся, с тем мы будем разговаривать. Так, в этой стороне... В этой стороне спуск вроде как. Так, ага. Есть класс здесь. Давайте зайдём. Посмотрим, кто-нибудь здесь есть или нет. Кто здесь? Нет, 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 нет. Нет, там этот стоит, там этот стоит. Эй, подожди меня. Я, кстати, знаю его, я знаю его. Он довольно популярный. Сними свой костюм. Покажи, что под ним, пожалуйста. Пожалуйста, остановись, не подходи ближе. Мне уже тяжело. Этот мальчик белым бегает за другим мальчиком в странной одежде. Да, это всего лишь одежда. Я верю, я верю. И что здесь происходит? Так, я могу... Я могу... Меня не отпускает экран. Нет, она меня не отпускает. Я обязан. Я обязан. Интересно, являются ли те двое абсолютными учениками? Нам стоит спросить их. Может, не стоит. Ладно, давайте пока отвлечемся ненадолго. Я подготовлюсь морально к этим диалогам просто. С одним, а тем более с другим. Я думаю, это будет очень... Очень интересно узнать его талант. Я даже не знаю, не буду говорить его талант. А вот если на него посмотреть, я не знаю. Как будто какой-то накплоу на кого-то похож. Маленький какой-то белый костюм каком-то белом. Я бы сказал, что он абсолютный клоун. Но вряд ли. У него даже нос не красный. Хотя одежда, конечно, подходит. Это травинка лежит здесь. Кто уронил. Я не забываю, надо фармить монеты. Постоянно, постоянно. Это самое главное в этой игре. Не забываем. Хотел оставить этот стол, но ладно, пусть живет. Интересно. Рисунки на этих досках есть, оказывается. И, по-моему, в том классе она была зеленым, да, цветом горело. А здесь голубым. Ладно, давайте сразу с ним поговорить. Или, Шуичи, что думаешь, что думаешь? Что думаешь? Похоже, парень белым за кем-то бегает. Хотя не похоже, другой хочешь, чтобы на ним бегали. Стоит ли нам остановить их? Нет, нет, Шуичи. Просто потихоньку, пока они нас не заметили. Просто... Нет, они не абсолютные ученики. Они просто... Просто, не знаю, у них какое-то выступление здесь. Сбежали откуда-то. Так, ладно. Ладно. Ну же, подожди. Когда-нибудь немного потрогать свое тело? Я всегда хотел подружиться с роботом. Роботом. Он не робот. Он не робот. Это все обман. Он не робот. Чего? Роботом? Что-то не так. Мы еще один робофоб. Не, ну можешь назвать меня робофобом с этого момента. У меня есть функция записи. У меня тоже, у меня тоже. Я прям сейчас это записываю. Ты меня не удивил. Все записи остаются в интернете. Если вы сделаете какие-либо робофобные заявления, мы увидимся в суде. Ну все. Теперь меня судят. Пожалуйста, не пишите заявление в суд. Подожди. Ты робот? Ты на самом деле робот? Ты один из монокабов? Не сравнивай меня с этими игрушками. Я не просто какой-то старый робот. А они не старые. Почему ты думаешь, что они старые? Я К1Б0. Абсолютный робот. Я не верю. Ты не робот. Ты не робот. Это все обман. Но, пожалуйста, обращайтесь ко мне к Киба. Абсолютный... Абсолютный обманщик он будет. Абсолютный робот? Это нечестно. Ты не можешь быть единственным, кому дают покрасоваться. Я тоже себя представлю. Эм... Конечно. Я Кокичи Ом. Абсолютный... Верховный лидер. Что? Это что? Он президент? Он Владимир Владимирович? Это вы? Путина украли и добавили его в Ронпу Третью, чтобы он мог править там всю жизнь. Поэтому он никогда не умрет. Он не умрет. Он будет до конца жить. Я в этом уверен. Просто потому, что он верховный лидер. Робот и верховный лидер? Оба таланта какой-то бред. Кстати, на горьком опыте я узнал, что дыхание робота пахнет как бензин. Может он просто любитель. Любитель чего-нибудь покрепче и поострее. Мое дыхание не пахнет как бензин. Я работаю на электричестве. Ихи-хи. Я просто прикалываюсь. Приколист. Ну он абсолютно приколист еще получается. Ты не смешной. Конечно, я думаю, что они смешной. Как роботы могут понять человеческий юмор? Уф. 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 Не смейся надо мной. Я изучил всю историю стендапов. Двумя, ты изучение их тебе стоило просто посмотреть. Стендап. Окей. Плюс, может, я выгляжу как робот, но я такой же старшеклассник, как и вы. Тогда ты не робот, получается. Ты просто старшеклассник. Ты не робот. Ты старшеклассник? Меня создал профессор Идабаши, ведущий авторитет в области робототехники. Он установил у меня мощный ИИ, способный учиться из взрослых и человеческий мозг. Эти ИИ, конечно, ух, как они меня просто утомили уже. В каждой игре просто. Просто в каждой игре есть один, по крайней мере. Именно поэтому, когда я был создан, я ничего не знал. Я был как ребенок. Но профессор выросил у меня, словно собственное дитя. Начал мне многим вещам и, наконец, записал меня в школу. А зачем тебе надо было идти в школу, если ты мог просто получить, загруженную, загрузить себе данные в голову, и ты бы все знал? Так, это, по-моему, не честно, если ты старшеклассник, но ты робот. У тебя может быть загружена информация, и ты все экзамены можешь самостоятельно и контрольные на отлично сдавать. Потому что у тебя просто может быть информация, и никто об этом не узнает. То есть не проверит, конечно же. Но, возможно, его проверяют как раз перед каждым экзаменом, знают. Хотя, что это за бред просто? Это как-то вообще не вяжется. Он может знать, если в него просто загрузит информацию какую-нибудь, или просто сам выучил ее, но... Никакой он не робот. Просто зачем об этом думать, если он не робот? А теперь я стою здесь, перед всеми вами. Видите? Да я такой же, как и все. Нет, нет. Эй, ау! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, просто дайте мне уйти отсюда. Я пойду с миром. Я пойду с миром. Я не буду вас доставать. У вас здесь своя атмосфера, а у роботов есть член. Пожалуйста, не задавая нелепых вопросов. Конечно же. Конечно же нет. Он же робот. Не-е-е. Я спросил это только потому, что для робота твоя предыстория достаточно вялая. Ну, это можно понять. Самого факта, что этот робот может вполне хватить для звания абсолютного. Но он не робот. Слушай, Кокичи... Кстати, я... Он назвал свое имя? Я даже... Я пропустил вообще, когда он назывался. Я просто прочитал его титул, но не прочитал его имя. Окей, Кокичи. И не совсем понимает твой талант абсолютного верховного лидера. Ну, просто Путин. Абсолютный Путин. Ох, просто я верховный лидер злой секретной организации. И все. Злой секретной организации. Угу. Что? Должен сказать, она довольно впечатляющая. В моей организации более 10 тысячи участников. У меня тоже почти. Скоро будет 10 тысяч участников в моей организации. Злой. Или не совсем злой. Серьезно? Верховный лидер злой секретной организации... Кто знает? Я лжет... Лжет. Лжец, как-никак. А? Так ты сейчас соврал? Абсолютный лидер. Абсолютный врун. Абсолютный приколист. Кто еще? Какие у него еще титулы есть? Ну, я верховный лидер злой секретной организации. Эта часть была правдой. То есть, его организация, это возможно... Это он сам и там его собака. Не знаю, его мама. И все на этом. Так, ты врал или нет? Не, я тебе не скажу. А, кстати, как эта организация называется? И правда, как она называется? Но это секрет. Секрет же, да. Это секрет. Понимаю, все-таки она секретная. Но я никогда не слышала о такой крупной секретной организации. Так она секретная. Как ты можешь про нее слышать? Конечно, не слышит. Как бы это можно было назвать секретной? Это все обман. Это вся игра обман. Шуичи никакой не детектив. Он просто настолько серьезно не понимает. Как она... О, моя голова. Это же, наверное, какая его очередная ложь, правда? Просто оставьте его в покое. Все, что он говорил, было ложью. И то, что это робот, это тоже ложь. Это все придумано. Он более подозрительный человек, чем я. Это уж точно. Нет, нет. По-моему, тяжело быть подозрительнее тебя. Ну, конечно же, ты не подозрительный человек. Роботы все-таки не люди, дурашка. Я самый... Я аж на себе это почувствовал. Просто его боль. Ох, ты слишься? Ударишь меня ракетным ударом? У меня нет такой функции. Ну, кстати, зря, конечно. Видимо, твой создатель не подумал, что его создание могут поместить в такую убийственную игру. О, чувак, ты такой скучный. Не такой, а просто скучный. Какой странный мальчик. Он словно непослушный маленький ребенок. Сейчас не время шутки шутить. Есть только... Неужели он действительно злой верховный лидер? Получен фрагмент дружбы. Даже не один. Окей. Сразу за обоих? Один на двоих. Но нет, наверное, не один на двоих. Вот о чем я говорил в самом начале. Эта игра просто какая-то безумная уже с самого начала. Я непонятно, что происходит здесь. Мне даже придумывать ничего не надо. Просто игра сама мне дает. Дает. Дает, в общем, дает мне игра. Ладно, давайте не будет спускаться пока что. Может, можем, наоборот, вверх подняться. Но... Окей, давайте перейдем сюда. Посмотрим, что здесь есть. На карту не смотрим. Кстати, там видел. Я посмотрел еще раз. А, мы сюда не можем пройти. Кстати, написано Юг. Я знаю английский. Я профессионал. Но мы не можем сюда пройти. Так, кстати, похоже прямо на главный выход. Но... Так, это что такое было? Это что такое было? Это что было? Это что было? Как мне? Подождите, я хочу нажать. Я что-то здесь видел. У меня на секунду моргнуло что-то. Я видел вопросительные знаки. Что это было? Блин, я хочу. Я хочу это узнать. Ааа, ладно. Грудь повышен. Окей. Блин, жаль, жаль. Я думаю, что какой-то секрет нашел. Какой-то баг. Не знаю. Может, что-нибудь интересное случилось. Но нет. Ладно. Не важно. Я вижу на карте... Блин, я опять на карту смотрю. Ладно. Так, давайте посмотрим туалет. Мужской туалет. А, мужской мы не можем зайти. Я забыл, что у нас главная героиня, а не герой. Хотел уже в мужской туалет зайти. По привычке. Это мужской туалет, правильно? Я не могу пойти туда. Даже в такой ситуации. Конечно, ты не можешь. Конечно, ты не можешь. А, если ты хочешь, я могу посмотреть. Сходи, пожалуйста, сбегай. Что? Мне не настолько интересно, что там. Чего они стесняются? Чего они стесняются? Ну, туалет. Какая разница? Туалет есть туалет. Ну, это не стандартная школа. Там может быть что угодно. Подожди здесь минутку. Давай. Давай, рыцарь. На белом коне. Посмотри, что там в туалете. После этого шуича открыл дверь и зашел внутрь. И больше шуи... Окей. Окей, я хотел сказать больше шуича никто не видел, но... Повезло, повезло. Это был обычный туалет. Ничего необычного. Внутри никого не было. Тогда можно я зайду, если никого там нет? Можно я зайду? Это напугало меня. Может быть детективы и живут ради таких страшных ситуаций? Очень страшная ситуация. Я думаю, что туалет женский никак не отличается от мужского. Абсолютно никак. Ну, может там писсуаров нет? Это женский туалет, правильно? Шуича, не против подождать здесь? О, мы одни идем? Конечно. О, боже. Не смотри на меня так. Я просто хочу... Пос... Я просто варьеру здесь, там что внутри. Сомневаюсь, что там будет выход, на всякий случай. Прости. Эта игра реально меня с ума просто сведет. Я не знаю. Я не знаю. Я не был к этому готов, возможно. К такому накалу страстей с самого начала. Туалеты выглядят обычными. Но странно, что растения тут растут такими густыми. Ну, нужен абсолютный садовник. Я думаю, мы еще, возможно, найдем его здесь. В этой игре. Я не удивлюсь. О. Можно все позабивать. Надеюсь, никто не против. У нас, в принципе... Кстати, сколько у нас тут... А, дам. Сколько у нас было лиц женского пола в этой игре? Сколько человек? Даже это можно сбить. Какой-то... Нет, нет, нет. Подожди, выходить пока не будем. А, enter. Кабинки, я посмотрю. Почему... Почему левая кабинка такая странная? Это что такое? Или это, типа... Как это называется? Как и называется? Как ее назвать? Ну, где, в общем, вот этот работник? Там рабочие инструменты. Все швабры, швабры, там все остальное. Как это назвать? Не знаю. Можно прям все сбить. Но посмотреть здесь вообще ничего нельзя. Неинтересно. Ладно. Уходим отсюда. Уходим. Здесь ничего интересного нет. Мы уже узнали трех человек. Два. Это мы, Шуичи. И осталось всего 11. 11 человек осталось. Опа. Опа. Так скоро мы его встретили. Смотрите. Так скоро мы его встретили. Я вижу, кстати, школьный магазин. Это склад какой-то здесь? Столовая. А, тут написано, да, склад. Школьный магазин. Блин. Да, этот парень мне... Я не знаю, что вообще про него думать. Он как будто слишком много знает. Но хотя мы его не видели еще после нашего пробуждения, так сказать. Второго. Второго пробуждения. И, кстати, по внешнему виду, что он... Он какой-то тоже какой-то неформал. Как этот, как Монда. Что-то такое у него в этом духе талант какой-нибудь. Он прям, смотрите, какой-то... Кольца у него какой-то... Не знаю, похож на кого-то кольщика. Ну, не кольщика, а татуировщика. Тату-мастера. Не кольщика, да что? Жаль, только у него самого татуировки не было. Если бы была какая-то татуировка, я бы сразу сказал, что он... Мастер... Мастер укалывания и прокалывания. Конец коридора. А, это же... Это мы здесь были? Или не были? А, тут там вроде, кстати... Там вроде, да, вот спортивный зал. Окей, мы там сюда пробегали. Просто я помню, что-то такое было. Или я запутался, или я не... Ладно, неважно. Блин, ну поговорить с ним, что ли? Ладно, давайте поговорим, что... Что им мять? Мять бока. Давайте просто поговорим с ним. Пока что самый интересный персонаж. Не искал бы внешне, что он какой-то такой необычный. Хотя, все-таки необычный всякие аксессуары у него. Как это, брелок какой-то у него на одежде у него. Непонятно, в общем. И пирсинг, конечно же. Пирсинг, не стоит забывать. О, привет, ребята. Вас тоже похитили? Да. Меня похитил. Как его звали? Ронтаро, вроде бы. Я даже Димею запомнил. Он единственный представился в самом начале. Успел представиться. Что ж, вы оба выглядите неплохо. Это хорошо. Хотя ситуация могла бы быть и лучше. Да, определенно. Позвольте мне кое-что у вас спросить. Помните, как мы сюда попали? Расспрашиваешь нас, значит, ты тоже не помнишь, не так ли? Ну, может, им просто интересно, как мы сюда попали. Почему сразу так, как думаешь? Ха, у вас так же, да? Вы ничего не помните? Значит, у всех так? А? У всех? Я так же опросил остальных, но никто не смог дать ответы. Так остальные тоже ничего не помнят? Как будто у нас всех амнезили, что-то такое. Но это ненормально. Если у всех здесь амнезия, то что? У нас общая амнезия получается? Интересное выражение лица у тебя, приятель. Ни разу не пугающее. Похоже, что тогда мы все в достаточно ненормальной ситуации. Что? Погоди, амнезия притянута за уши. А, Каэда, боюсь тебя огорчать. Но, похоже, так и есть. Но, как это? Не амнезия, конечно, нет. Не амнезия, ладно. Ладно, ты права, Каэда. Просто вам... Скорее всего, мы просто растеряны. Уверенно, в итоге мы все вспомним. Ну, со временем, если нам вернут всю нашу память, с каждой головой, возможно, нам будут возвращать память это. Ну, или, скажем, убийством. Как мотив новый и прочее-прочее. Открытие там школы. Ну, неважно. Это мы еще не скоро увидим, я уверен. Может, это был групповой гипноз? Может, промывка мозгов? Ну, вот, кстати, мы помним, что Каэда вспомнила, что у него на голове был какой-то шлем. И это явно не просто так. Это, очевидно, аппарат был промытием мозгов. Ну, или не знаю. Ну, что это по-другому может быть? Что это может быть еще? Во всяком случае, надеюсь, мы скоро вспомним. Иначе я стану изгоем. Почему это изгоем? Потому что мы вроде все в одинаковом положении. Изгоем? Что ты имеешь в виду? Честно говоря, то, как я сюда попал, не единственная вещь, которую я не помню. Ну, конечно, конечно, ты не помнишь свой талант. Конечно, ты не помнишь свой талант. Я так же забыл мой талант. Мы получили с самого начала. Абсолютно детектива и абсолютно непонятно кого. Абсолютного какого-то опять запасного студента, я не знаю. Но, по крайней мере, он как-то к этому более спокойно относится, чем Хаджими. А то он прям паниковал, что он не помнит его свой талант. Хотя, может, поначалу так же было у него. Что? У меня проблемы. Я знаю, что должен быть каким-то абсолютным, но... Но я не абсолют, я лишь запасной ученик. Я лишь запасного курса. Я просто не помню. Это правда? Конечно, это правда. Но я не меню тебя за то, что ты мне не веришь. Как-то мне... Прямо с самого начала все... Всю эту тему поднимают, что кто-то кому-то не верит, там кто-то лжет. Буквально там Кокичи этот и робот тот. Ну, про робота я сам придумал, что он лжет, но все равно. Как-то это все забавно совпадает друг с другом. О, я не назвал тебе свое имя, не так ли? Я же... Не сказал его тебе, а потом забыл, что сделал это. Ну... Каэд этого не знает, но мы промолчим. Нет, ты еще не назвал мне своего имени. Меня зовут Рантаро Амами. На данный момент я не помню своего абсолютного таланта. Но клянусь, я неплохой парень, приятно познакомиться. Плохие парни только так и говорят, Рантаро. Поэтому... Поэтому как бы... Тут тоже не особо кредит доверия к тебе поднялся после такого заявления. Даже наоборот, может я бы сказал. Но я не верю, что он какой-то реально плохой парень. Он не выглядит слишком взволнованным для того, кто забыл свой талант. Я опять... Я говорил только что про Хаджами. Который прям паниковал, когда забыл свой талант. Узнал, что забыл свой талант. Это странно. То, что меня не особо беспокоит факт того, что я не помню свой талант. А? Знаешь, на самом деле я с нетерпением жду этого открытия. Мне интересно, что я за абсолютный. Да, у Хаджами должен был быть тоже такой же настрой. А не вот как он там... О, я не помню свой талант. А, меня Нагита задирает. Мне троллят Нагита, что я забыл свой талант. Ему надо было просто ждать, пока раскроется его талант. Но, к сожалению, в итоге он явно не ожидал того, что он запасным студентом был. В любом случае, будет здорово, если мы сможем поладить. В какое-то время мы никуда не сможем пойти. Завязываю с этим. Мы скоро выберемся отсюда. Действительно, думаю, что это будет так легко. Чего? Что ты имеешь в виду? Ничего, просто предчувствие. Просто предчувствие у него. Хорошо. А, слушай, не волнуйся об этом, ладно? Я думал, что он будет достаточно приятный парень, с которым можно поговорить, но... Я понятия не имею, что происходит сейчас у него в голове. Но мы получили фрагмент дружбы, это самое важное. Ну, кстати, да. Вот по сравнению с... Цумуги, с Кокичи и роботом... Он... Я как-то... Как-то мы с ним не с вами повеселились. Мы с ним больше на серьезные темы общались. Как-то какой-то контраст прям... Он прям выделяется на фоне остальных. Хотя мы узнали всего лишь Шуичи. Ну, Шуичи тоже не особо веселым. Весельчаком таким был, ну ладно. И теперь у нас стоит перед нами выбор. Пойти в школьный магазин. Пойти в столовую. Пойти в склад. Ну, конечно же, мы пойдем в школьную... В школьную магазин. А, закрыто, да? Не открывается. Посмотрю где-нибудь еще. А, ну, ладно. Ну, спасибо, спасибо, игра. Спасибо, что не даешь мне зайти в магазин. Потрать свои... Честно заработанные кровью и потом монеты. Ладно. Ладно, как скажешь. В столовую леску. А давайте пойдем в столовую, потому что она дальше. И так мы будем по-обратному идти. К выходу прямо. А, поскольку мы уже спустились со второго этажа, поэтому я... Я что-то забыл, что мы не можем подняться. Мы, наоборот, спустились уже. Так что все нормально. Давайте пойдем тогда на склад. Кто, интересно, здесь ожидает нас? О! О, это она! Это она! Это наконец-то, наконец-то я нашел ее. Как... Как... Почему это не открывается? Реакция. Где реакции мы? Я хочу ре... Я хочу реагировать. Это склад. Он достаточно большой. Где мы реакции? Шуичи. Шуичи. Оставь это мне все. Я буду разговаривать с ней. Я как бы сейчас выполняю роль женщины в этой... В этой игре, поэтому я знаю, как с ней поговорить. Ты по повышению лица ее не скажешь, что она прямо сейчас... В хорошем настроении пребывает, поэтому... Тебе точно с ней не стоит разговаривать. Так что положись на меня. Этот склад огромен. Тут должно быть очень сложно что-либо найти. Это все? Ну все. Дальше я сам. Подождите, подождите. Надо повыбивать все. Само собой. Хотя я уже на самом деле... Нет, немного надоеда... Прямо мы что-то... Прямо какие-то здоровые штуки выкидываем. У Кейда, видимо, очень много сил. Барьер для бега, мат. Радиоуправляемый вертолет. Ядро. Ядро какое-то. Что за ядро такое? Ядра для метания. В этом месте вообще есть спортивный стадион. Ну, на улице, наверное. Где-то там. О, там тоже газонокосилки есть. Почему-то не используют. Я абсолютный садовник. Я еще раз спрашиваю. Так, ладно. Дайте мне собраться. Я немного нервничаю перед разговором с ней сам. Ладно, давай. Я не нажал. Я нажал, я нажимаю. Нажимайся. Черт возьми, где же она? Посмотрите на нее. Что у нее за одежда? У нее еще на ногах там непонятно что было. Какие-то кольца там или что у нее было. Мы увидели заметную девочку, рующуюся на полках, наполненной различными химикатами. Знаешь, она какой-то абсолютный химик или что? Ну, по одежде, на самом деле. Не знаю, что-то она бы тоже каким-то байкером была. И даже очки у нее какие-то есть. Это татуировка у нее на шее? Это не тату или... Или это... Вот это просто проволока какая-то колючая? Что у нее? Где моя реакция? Почему? Я не могу нажать реакцию больше. Блин, нормально. Видимо, я слишком на нее гнал много и меня ее забрали просто. Хей, чего ищешь? Не подкрадывайся ко мне, сука. Понятно. Вот она какая, да? А вот они. Вот они, так. У меня от такого обращения просто все реакции проснулись. Это не так. Это не так. Я только тебя встретила, а ты уже назвала меня, сука. Ух, 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 ух. Эй, простите, напугали тебя. Но тебе не стоит называть Каэда. Чушка, на сиськи мои пальцы пялишься. Ай, 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 ай. Будет тяжело с ней, очень тяжело будет с ней. Чего? Наслаждайся. Парень у тебя только может мечтать о большегрудой красотке, как я. Не, ну это правда, это правда. Представить вместо Шуича меня и все, в принципе, все, в принципе, верно. Продолжай хорошо насмотрись. Ох, ох, как же я просто завидую, я ему завидую на самом деле. Нет, я не пялился. Так получилось, что мои глаза туда посмотрели. Так получилось. Ну, ладно, Шуич, мне кажется, я просто стоит помолчать. Так получилось, что мои глаза туда посмотрели. Так получилось, что моя рука ее облапала. Уф, нет, ну Шуича ты на такое не способен. Ха-ха-ха. Только посмотрев, я смогу узнать извращенца. И ты определенно сраный извращенец. Точно, ты поэтому и носишь эту кепку, чтобы спрятать свои жуткие глаза. У-у-у, как же он раскрыт, просто снимай эту кепку, снимай. Не я недоволен ей, не она недовольна ей. Ну, вы поняли, и она, и я недовольны ей. И поэтому же ты носишь свои штаны, правильно? Чтобы спрятать свой противный член. Все, я больше не ношу свои штаны, я больше не ношу штаны свои. Потому что я использую их только для одного дела. К сожалению, больше они ни на что не пригодны. Но все носят штаны. Но она не носит, она не носит, поэтому ей нечего прятать, видимо. Или она не боится прятать его. Ха-ха-ха, все знают, как извращенцы носят кепки. У-у, смотрите, смотрите, как устал, блин, я после такого выражения, по-моему, стоит задуматься. Как тебя зовут, неясно еще? Прекрати. Оставь меня в покое, я могу носить кепку, если захочу. Какого черта ты злишься на меня? Окей, я знаю, как с ней работать, я знаю, как с ней работать. Надо пожежеще, пожежеще с ней, пожежеще. Извините перед всем миром. Если ты напугаешь меня так, что я потеряю мотивацию, весь мир прочувствует эту утрату. Весь мир мотивацию потеряет. Эй, твои оскорбления нам не нужны. В любом случае, кто ты вообще такая? Чего? Серьезно, что ли? Вы не знаете, кто я такая? Я прекрасная девочка-гений, чьи красота и золотой мозг войдут в историю. Прекрасная, ну, прекрасная-то я согласен. Девочка-гений, я не уверен. Я единственная легендарная, абсолютная изобретательница, собственная персона. Милу Ирума. Милу. Изобретательница. Нет, ну, можно, она может всегда быть такой, вот улыбаться. А не орать. Эм, я никогда тебя не слышал. Ну, какие вещи ты изобретаешь? Я делаю все различные устройства. Те, что позволяют тебе печатать, пока ты спишь. Читать, пока ты спишь. А почему, когда ты спишь? Почему нельзя просто... Ну, хотя... Как это вообще получается? Как это можно печатать, когда ты спишь? И читать, когда ты спишь? Ну, ладно, я могу представить себе, когда... Что ты... Читаешь... Ну, блин, что? Что? Я не могу представить, кому это вообще нужно. Даже те, что позволяют есть, пока ты спишь. Ну, окей. Окей. Почему все не связаны со сном? Я вдохновился, когда поняла, сколько времени люди тратят на сон. Я согласен, я согласен. Это хорошее, кстати, замечание. Это правда. Это правда. Люди тратят одну треть своей жизни просто на сон. И максимально не... Как это называется... Неэффективно, в общем, тратить свое время на сон. Но время сна ты ничего не делаешь, кроме как спишь. Поэтому... Хотя в тот раз я забрала те невероятно тупые контактные линзы со встроенными каплями. Как ради шутки. Со встроенными каплями. Ничего себе. Как они... Как это вообще выглядит? Со встроенными каплями. Погоди, серьезно? Ты их изобрела? Пару моих друзей их носят? Фух. Твои друзья звучат как настоящие плебеи. Это изобретение было ни о чем. Оно не делает твою жизнь более продуктивной, пока ты спишь. Так что это был полный провал. Прямо как вы двое. Ну, мы еще тебе покажем. Покажем ее. Я сразу же подписал патент какой-то компании. Никогда не вспоминал о нем. Хотя такая утрата. Они гораздо лучше, чем твои дела, пока... Делай дела, пока спишь изобретение. Ну, не знаю. На самом деле, если она что-нибудь получше придумает со сном, то это, в принципе, может очень полезным быть. Спишь, читаешь и печатаешь. Но печатаешь это уже, кстати, более-менее. Спишь и читаешь, конечно, непонятно пока что, как... Ну, спишь, ладно. А я уже запутался с этим сном. Неважно, неважно. Все. Забудьте, забудьте. Я сейчас не в те степи уйду уже. Кстати, что ты до этого искала? Достаточно отчаянно пыталась это найти. Отчаянно. Ты совсем тупая. В такой ситуации мне нужно найти немного медикаментов. Лекарств? Ты поранилась? Плохо себя чувствуешь? Нет, идиотка. Мне нужны сильные колеса. Потому что я хочу закинуться ими. Нет, осуждаю. Осуждаю мира. Мы... Мира. Мил. Осуждаю. Я просто хочу освободить свой разум и забыть обо всей этой дерьмовой ситуации. С нее просто течет от всех... Со всех щелей. Буквально. Погоди, чего? Лекарства нельзя так использовать. Теперь тебе, определенно, не стоит этого делать. Что за черт? Мой гений не может быть ограничен мыслями масс. Кроме того, в этом месте, скорее всего, даже нет дерьма нужного, чтобы я стал раскованный. Так, все в порядке. Вы перестали злиться на меня. Вот это мне больше нравится. Пожалуйста, оставай. Ладно, я шучу. Говорят, я столько грани между гениальностью и безумием. Но она явно за грани безумия. И, блин, по-моему, было бы лучше, если бы у нее не было этой стороны, вот когда она прям не может, не может ответить. Что случилось с Шуичем? Он ведет себя тихо после того, как Мью заговорил о его кепке. Он не любит о ней говорить. Да, это был сильный удар. Это был удар ниже пояса для него. Она попала прямо в точку, прямо в точку попала. Кепки носят только извращенцы. Блин, я, кстати, хотел себе когда-то кепку. Давно уже. Мне одно время казалось, что кепки довольно прикольные. Но я решил, что просто без кепки будет лучше. Хотя, на самом деле, летом довольно прикольно в кепки ходить. И голову не печет. Очевидно, зачем придумали еще кепки? Носить их летом, правильно. Но можно и так же зимой носить, чтобы... Чтобы снег не падал на голову. Ну ладно, спускаемся в них. Здесь ступеньки. Похоже, они ведут куда-то в подвал. Что надо делать, Шуичи? Хочешь спуститься? Я не знаю, подвал может быть опасен. Это место полно загадок. Каэде, мы здесь решаем, что делать. И поэтому я решил, что мы спускаемся. И надо спрашивать Шуичи, что он хочет сделать. Тогда будем действовать осторожно. Ты спереди. А, так я спереди, понятно. Хорошо, хоть не сверху, я не знаю. Снерешительным Шуич... Снерешительным Шуичи, идущим первым, мы аккуратно спустились вниз по ступенькам. Да, заслоняй меня, заслоняй меня главную героиню. Мало ли что со мной произойдет. Прямо здесь какая-то... Как-то жутковато здесь, посмотрите. Мне кажется, тут не очень опасно. Кажется тебе. А, пожалуй, некоторые опасности могут быть скрыты там, где ты их не видишь. Шуичи, у тебя хорошее воображение, правда? Нет, просто я думаю, что ты не понимаешь, насколько все это опасно. Да. Может и так, но подвал тоже стоит осмотреть. Тут может быть выход, но нам стоит быть поосторожнее. Да, ты права. Но почему здесь так плохо с освещением? Где абсолютный электрик, когда он так нужен? Библиотека. Игровая комната. Интересно. Опять библиотека. Какая-то секретная комната здесь еще. Так, куда мы хотим пойти с вами? Хотим ли мы пойти в библиотеку? Кто может быть в библиотеке? Какой-то начитанный персонаж, какой-то умный персонаж. А в игровой комнате, может быть, опта, я не знаю, кто... Кто у нас вообще остался? Тот маленький бацан остался? Который... Ну, помните, который... Абсолютный, как его назвал? Кого-нибудь он нам должен был быть? Блин, я никак не называл. Я, помню, только про его голос говорил. Ладно, давайте пойдем в библиотеку. Вот так уж, чтобы... Не будем ходить вокруг да около и просто зайдемся, наверное. Опа, нет. Я думал, тут двое, но это все лишь швичи. Подкрался. Прокрался мимо нее. Девушка, которая тут стоит. Длинные у нее волосы. Прямо на самого пола достаиваешь. Как только мы вышли, я зажала нос от затклого запаха старых книг. Это библиотека? Книги разбросаны повсюду, они выглядят не очень организованы. О, тебя это беспокоит, швичи? Швичи, ты что, чистюля? Нет, ну, я подумал, что может кто-то уже был здесь до нас. Ну, вон она там стоит, там прям буквально перед нами. О чем ты, кто-то? А, так, давай пока здесь осмотримся. Вон она стоит, как о ком ты говоришь? Мы прямо на нее смотрим. Она явно была здесь до нас. Она уже здесь давно стоит, наверное, с самого начала. Позбиваем... Позбиваем книжки. Длин, тут реально какой-то прям бардак, я не знаю. Не очень приятное место какое-то. Не убирается здесь никто. Ну, тут прям все можно сбить, все книжки. Вот еще вроде стол, стопки. Двигающаяся лестница. Похоже на лестницу, предназначенную для взятия книг с верхних полок. Окей, ну, в принципе, очевидно. Так, вроде все мы сбили. Глобус. Какой красивый глобус. Это все? Это все, что хотел сказать? Что еще? А ты что подумаешь? Насчет этой комнаты. Если в библиотеке такой бардак, тогда здесь недавно мог кто-то быть. Я не могу свернуть и сказать. Давай исследуем комнату. Я не понимаю, что ты как-то еще раз. Если в библиотеке такой бардак, тогда здесь недавно кто-то мог быть. Окей, почему недавно? Как это связано вообще? С бардаком и тот, кто мог недавно здесь быть. Нам давайте уже везде уберемся. Чтоб ничего глаза не мозолило мне. Так, давайте поговорим с ней. Ну, прям такие одежды, что прям вообще даже не скажешь, что есть кто, какие у них таланты. Я даже не знаю, кто это такая. Какая-то тоже... Она такая маленькая, у нее форма какая-то школьная. Не знаю, какая-то абсолютная школьница, я не знаю. Как еще ее назвать? М, ты тоже абсолютный ученик? Да. Какая-то немногословная она, смотрите. Абсолютная тихоня, абсолютная... Ну, у нее какой-то прям такой... Взгляд... Какой-то холодный прям такой. Она прям смотрит, не разговаривает. Молчуня какая-то. И музыка здесь такая играет почему-то. Это просто в библиотеке находимся или это из-за нее? А, это все? Она определенно неразговорчива. А, я думал, она скажет такие. Меня зовут Каэдэ Камацию, абсолютная пианистка. Я Шуичи Сайхарук, тоже который не говорит. Свои имя почему-то. Я абсолютный детектив, наверное. Блин, давай без наверное, ты абсолютный детектив, понял? Да, я понял. Надеюсь, что ты понял. А ты кто? Расскажешь нам или будешь тоже молчать? Что насчет тебя? Маки Харукава, абсолютная воспитательница. Это типа, которая с детьми сидит? Абсолютная воспитательница. А почему у нее такие губы странные? Странно у нее губы нарисованы. Когда показывают вот этих абсолютных титулов абсолютных. Абсолютная воспитательница, ага. Вы удивлены? Я не похожа на кого-то, кто любит детей, да? Ну не знаю, я вообще про детей даже не думал. Близко. Что может быть кто-то такой здесь. Окей. Чего? Ну, вы правы, мне не особо нравятся дети. Но ты абсолютная воспитательница. Как так получается? Шуичи тоже наполовину детектив, который на самом деле не детектив никакой. Ну как бы он детектив, но он наполовину детектив. Он еще учится. Так можно сказать. Лжец, который верховный правитель. Но, возможно, он никакой не верховный правитель. Потому что он любит соврать. Робот, который не робот. Потом, кто еще был? Абсолютно неизвестно кто. Блин, как-то мне прям игра... Игра прям дает вот эту... Какую-то такую... Как это назвать вообще? Слово вылетело. Прям игра... Я не могу это сказать. Ну, понимаете, что просто все вот как-то... Кто-то не договаривает, кто-то обманывает, кто-то не знает чего-то. Что-то здесь странно. Все персонажи сговорились как будто. Ну, окей. Я прочитал тоже. Но если ты абсолютная воспитательница, тогда дети, наверное, любят тебя. Дети странные. Они сами ко мне лезут. Я не очень хорошо о них заботюсь. И они очень дружелюбные. Но ведь говорят, что у детей хорошая интуиция. Если ты им так нравишься, то не чувствуя, насколько ты на самом деле любящая. Ну, кстати, вот... Вот сейчас у нее был довольно милый взгляд. Может, мне просто показалось. Не знаю. Но вот губы... Губы, она прям, не знаю. Как будто что-то она... Не знаю. Не могу. Я не могу прям... Что-то в ней есть. Что-то в ней скрытое тоже есть. Да, так и есть. И музыка прям... Музыка давит еще. Ну, блин, я прям... Да, так и есть. Ты выбрал для себя идеальную профессию, Маки. Это был не мой выбор. Ты не можешь выбрать свой талант. Ты же не можешь его выбрать. Она же не брала свою профессию. Это был не мой выбор. Чего? Что ты имеешь в виду? Ничего. А вообще с нее наоборот какой-то забавный... Забавное лицо. Не знаю. Мне прям сложно ее прочитать. Я не знаю. Просто я выросла в детском доме, и меня часто применяли различными делами. Детский дом. Понятно. А, кстати, ты что-нибудь знаешь о монокабах? Точно. Кто-то ведь должен их контролировать, да? Есть идеи, кто это может быть? Откуда я знаю? Ну, да. Монокабы определенно вовлечены в нашу ситуацию. Эй, мальчик-детектив. Разве ты не должен был уже понять, что происходит? Ну, он никакой не детектив. Все, это все ложь. Чего? Ну, он же детектив, а не бог. Он не может знать все. В смысле, кого вообще волнуют какие-то плюшевые зверьки? Забежать из этого места гораздо важнее. Серьезно? Думаешь, мы сможем сбежать? Причине абсолютно по всей стране потребовало бы огромных ресурсов и планирования. Ну, ты, видимо, не знаешь, что в прошлой игре там прям особо ресурсов не надо было. Там всего лишь понадобилось очень сильное желание и, наоборот, скучность, скука. С чего ты взяла, что подобная группировка даст нам просто так выйти отсюда? Если они не выпустят нас, мы сами уйдем. Уверен, у нас все получится, если мы будем работать вместе. Нет. Кейда, это все, конечно, оптимистично, но я тебе так скажу. Не все, много людей не дойдут до этого конца. Работать вместе с незнакомцами? Ты наивная идиотка, если думаешь, что мы сможем выбраться так легко? Да, ну спасибо. Фрагмент дружбы после того, как назвали нас идиоткой. Спасибо, спасибо, Маки. Спасибо. Уходи, уходи. Ты какая-то, блин, недружелюбная. Наш разговор закончился, и она быстро вышла из библиотеки. Это было немного странно. Она мне похожа на абсолютную воспитательницу. Швычи тоже думают, что что-то в ней странное. Блин, не говори так. Окей, музыка не закончилась. Может, это... Давайте попробуем выйти. Подождите, я хочу проверить. Хочу выйти и зайти обратно. Окей. Не, музыка... А, это просто музыка в этом. На нижнем этаже, видимо. В подвале. Окей. Хорошо, ну... Что ж, я думаю, что мы можем на этом закончить серию, пожалуй. Вышла она довольно продуктивной. Вот. Это слово, продуктивность. Я хотел сказать, когда мы разговаривали с Милу, во время сна ты вообще непродуктивный, и ты ничего не делаешь во время своего сна. Ну да ладно, это уже другой разговор. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых встреч. До новых встреч. И пока.